Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про то, как подготовиться к московскому марафону. Стоит отметить, что данное видео больше ориентировано на тех, кто занимается самостоятельно, то есть без тренера, и находится или в самом начале своего бегового пути, или только начал уверенно и регулярно тренироваться. Остальные, возможно, смогут утвердиться в своих мыслях или рассказать о своей точке зрения у нас в комментариях. А сейчас мы расскажем вам, какими тренировками не стоит пренебрегать, какие гаджеты помогут вам отслеживать ваше состояние, и без чего не стоит выходить на старт. Побежали! С чего же начать, спросите вы? Тут поможет определение цели на забег. Вы желаете пробежать за определенное время, или хотите просто успешно финишировать и сказать заветное «я пробежал марафон». Главное, с умом подойти к данной задаче и потратить эти недели до старта максимально полезно. Отправной точкой будет именно то, сколько вы тренируете сейчас. Для кого-то это может быть две тренировки по 5-10 километров, а кто-то бегает в неделю от 20 до 40. И постоянство занятий будет являться важным фактором вашей подготовки. Пробежать в понедельник 20 километров и потом всю неделю отходить – не самый лучший сценарий. Пусть это будет лучше 4 тренировки по 5 километров, которые помогут адаптироваться вашему организму к нагрузке. Чтобы бегать быстрее, нужно быть сильнее. На собственном примере могу сказать, что именно силовые тренировки дали и продолжают давать рост скорости и выносливости в беге. Многие упражнения можно делать дома с собственным весом. При желании вы можете записаться в фитнес-клуб или найти площадку на улице. Вариантов упражнений огромное количество, и это первый претендент на отдельный ролик. Но основная задача на данный момент – это укрепить мышцы, участвующие в беге. Икроножные, мышцы бедра, передние и задние, ягодичные, а также мышцы кора. Делаем акцент на унилатеральных упражнениях, то есть те упражнения, которые выполняются на одной ноге. Болгарский присед, приседания на одной ноге, румынская становая тяга на одной ноге и так далее. Не забываем, что каждый из нас индивидуален. Универсальных планов не существует. Есть рекомендации и ряд необходимых тренировок, которые помогут вам преодолеть марафон с улыбкой на лице. Для того, чтобы пазл сложился максимально быстро, возьмем с вами за основу одну неделю, как небольшой цикл для построения тренировок. Представим ситуацию, что сейчас вы бегаете три раза в неделю, где два раза вы выходите на 5-километровые пробежки, и в один из дней пробегаете 15 километров. Добавляем день силовыми упражнениями. Главное начинать плавно, чтобы не заработать травму. Пусть это будет 3-4 упражнения и пока даже по одному-два повтора. Организму нужно успеть адаптироваться и восстановиться. И уже на следующей неделе вы можете попробовать на 8-10% увеличить нагрузку. То есть это уже не будет не 5 километров, а 5,5. Не 15, а 16,5. Количество подходов можно оставить таким же, но на 10% увеличить вес. С каждой недели ближе к марафону ваше тело постепенно становится сильнее и выносливее. Интервалы в беге. Это когда периоды высокой интенсивности чередуются с периодами низкой или отдыха. Они тоже являются важным компонентом в подготовке. Вариантов их выполнения много, и у каждого своя цель. Если вы планируете сбегать на определенный результат, то необходимо будет добавить интервалы в целевом темпе, к которому вы также будете подходить постепенно. Если у вас стоит задача выбежать марафон из 4 часов, то темп для этого будет 5 минут 41 секунды на километр. Тем самым интервалы должны быть приближены к нему, чтобы ваш организм адаптировался к будущей нагрузке. Для построения таких результатов требуется знание о пульсовых зонах. Это диапазоны частоты сердечных сокращений, которые соответствуют интенсивности нагрузки. Это плавно нас подводит к тому, с помощью чего мы будем отслеживать интенсивность тренировки. И это смарт-часы. Сейчас на рынке их большое количество разных по функционалу, которые помогают следить за темпом бега и частотой сердечных сокращений. У таких производителей, как Корос, Гармин и Полар, имеются тесты для определения пульсовых зон, чтобы помочь вам более эффективно строить свои тренировки. Можно также воспользоваться и функцией планирования тренировок к забегу. Конечно, она полноценной работы с тренером не заменит, но все же это будет лучше, чем ничего. Вся адаптация к нагрузкам происходит в период восстановления. Если тренировка дает нагрузку, то есть стресс на организм, то в период восстановления происходят необходимые адаптационные изменения. И мы с вами готовимся к новому удару. Что именно происходит? Увеличивается количество митохондрий, растет сеть капилляров и сердечная мышца, костная ткань становится более плотная. И есть три кита, на которых держится восстановление. Первый – это сон не менее 8 часов. Вторым пунктом будет являться полноценное питание. И третий – минимизация бытового стресса. Остальные средства восстановления опциональны. То есть все, что поможет вам расслабить нервную систему, будет как нельзя кстати. И вот остается неделя до заветного забега. Вся экипировка у нас куплена и проверена на тренировках. Различные варианты шнуровок вы уже опробовали. И вы жаждете выбежать и проверить свои силы перед гонкой, пробежав такую же дистанцию. Стоп, стоп, стоп. Ваше рвение нам очень нравится, но чуточку терпения стоит проявить. Основная работа была проделана раньше. Вы плавно повышали нагрузку. И возможно даже у вас получилось пробежать за 3-4 недели до забега порядка 30 километров. А большего и не нужно. Теперь настало время активно восстанавливаться, снижать объемы тренировок и копить энергию, чтобы утром, подойдя к стартовым воротам, ваши ноги просились в бой. А что можно сказать про питание? Мы бегаем для того, чтобы есть и едим для того, чтобы бегать. Все остальное – сон. Шутка, конечно, но график очень соблазнительный. Для того, чтобы ваши цели на забеге были достигнуты, необходимо выбрать виды продуктов, которые будут давать вам энергию. И самым простым способом здесь будет использование энергетических гелей. Важно попробовать их на тренировках, чтобы избежать проблем с желудком во время забега. То же самое касается и воды, и спортивных напитков в целом. Как и с питанием, экипировка требует проверки на тренировках. Поэтому уже сейчас самое время обновить свои кроссовки и спортивную одежду. Ниже в описании мы любезно добавим видео, которые помогут вам в этом. При регистрации вы выбирали кластер по целевому времени. Во главе его будут бежать пейсеры. Это опытные бегуны, которые будут задавать необходимый темп до самого конца дистанции. Ваша задача – не отставать от них и не забывать про питание на протяжении всего забега. Наслаждайтесь каждым километром. Пусть ваш позитивный настрой поможет вам реализовать вашу форму в данный момент, легких ног и до встречи на стартах. Нет, это средство путешествия. По мне так бег – это идеальное средство для перемещения куда-либо. То есть пешком можно двигаться, но по мне так за тот же самый период времени увидеть гораздо большее можно. Там просто в личном кабинете можно выбрать необходимую дату, и он к этому времени просто накидывает шаблон тех тренировок, которые рекомендованы сделать, чтобы это было комфортно. Там указывается плюс, можно диапазон времени, который ты готов потратить на эти тренировки. То есть ты говоришь, я готов там три раза в неделю тренироваться, и 13 октября хочу пробежать марафон. Он скажет, что на данный момент вот такие-то тренировки необходимы. Если есть больше времени, он, соответственно, распределит их по-другому. Ну, там, естественно, компьютеры, программы, все рассчитаны на это. И при выборе тренера, когда с тренером решаем и выбираем соревнования, те же самые вопросы звучат. Сколько времени готов выделить тренировкам, и какой там забег ты выбираешь? Из этого уже исходить. Чем хочется больше результата, тем, скорее всего, чаще нужно будет тренироваться. Ну, это будет честно по отношению к себе. Если мы готовы бегать два раза в неделю, то ожидать рекордов мировых на марафоне не придется. Субтитры создавал DimaTorzok